Вот у нас вот такой напор вот дома. Это два месяца вот так. Тонкая стройка воды из крана для жителей Бирюлей уже настоящее счастье. С конца апреля Эльвира Авхадиева может по пальцам пересчитать дни, когда в ее квартире была вода, хотя бы холодная. Давление, напор маленький. Естественно, не срабатывает котел. Давление не поднимается и не обогревает воду. На что я вызывала котельщик, он мне отвечает, что просто нет давления. Котел в хорошем состоянии. От давления нет горячей воды. Как говорят жители дома номер 2А по улице воинов-интернационалистов, воду, если и дают, то только по ночам. Позавчера воду дали в час ночи, ржавую, грязную, помыться невозможно. Муж с работы в час ночи мылся. Вчера дали воду только в 2 часа ночи. Я вот в 2 часа ночи, я мать троих детей, еще считаю, четвертый должен родиться. Невозможно. Дети ночью от пота, от грязи плачут, не спят толком. Это же ведь невыносимо. 21 век, а местные хозяйки стирают по старинке. От такой системы водоснабжения одна лишь польза. И в доме вода, и хоть какой-то фитнес. Можно подолью? Пожалуйста. Светлане Романовой не до смеха. Воду женщины вынуждены набирать из колонки, которую смонтировали местные умельцы прямо посреди двора. Но даже в ней напор очень слабый. У женщин полдня уходит на то, чтобы ведрами натаскать воду. У тех, кто живет на втором этаже, емкости стоят около дома. Вот сегодня я так набирала воду, налила воду в бак, поставила в присаднике, чтобы согрелся в течение дня. Чтобы к вечеру помой. Ребенка помой вечером. К вечеру, да. Больше никак вообще. Почему в домах нет воды, коммунальщики бирюлинцам говорить не хотят. А телефон генерального директора бирюлинских коммунальных сетей Даниила Калимулина сегодня был отключен. В рабочие дни, по словам бирюлинцев, начальник отвечает очень жестко. Все, я ничего не знаю. Как ты стирать будешь, мне вообще не интересно. Он нам сказал, ночью стирайте, ночью готовьте. Ну если даже в два часа нет воды, как вы ночью, то когда мы должны тогда готовить? В три вставать что ли? Жители бирюлей вынуждены самостоятельно искать причину засухи в водопроводе. По их мнению, причина скрывается под люком водопроводного узла в самом центре поселка. Доступ к нему свободный, так что любой человек может проникнуть внутрь и перекрыть воду. А на поверку оказалось, что трубы центрального водопровода к тому же ржавые и вряд ли смогут выдержать сильного напора. Елена Горбунчик, Вольфред Камилевский, Телеканал Эфир.